Петербургский государственный университет путей сообщения оператор Александра Герова встречает гостей из разных стран, готовых активно вступить в научную дискуссию об инновационных технологиях для транспорта. Слово для открытия 5-й Международной научно-практической конференции «Магнитно-магнитно-магнитационный транспортной системы технологии» предоставляется провектору по научной работе Томилии Семеновне Титовой. Уважаемые участники конференции, традиционно уже в пятый раз мы собираемся в этом зале для того, чтобы обсудить насущные вопросы, связанные с новыми видами транспорта. Эта конференция является юбилейной, она пятая, и она проходит в стенах старейшего транспортного буза, где зарождалась транспортная наука. В 1809 году указом императора Александра I был создан наш университет, и первым ректором этого университета стал Апустин Петанкур. И я думаю, что сегодня он был бы рад, что университет находится на столь высоком научном уровне, и то, что мы обсуждаем вопросы, которые, я уверена, безусловно, станут именно тем фундаментом, на котором будут основываться новые виды транспорта, я думаю, что не называют ни у кого сомнения. Мы всегда были флагманом транспортной науки и продолжаем вести это знамя. Очень радует география этого мероприятия, потому что традиционно принимают участие наши гости из Харбина, из Китая, где, в общем-то, наверное, многие знают, есть уже магнитно-медитационный транспорт, и он развивается. И Харбин принимает активное участие в развитии этого направления. У нас участвуют представители Украины, и география различна по всей стране. К сожалению, на сегодняшний день экономическая ситуация в стране не позволяет всем принять участие, но очень много заочных участников зарегистрировалось на сегодняшний день порядка 163 человек. И все доклады, которые прозвучат сегодня, и заочных участников, конечно, будут опубликованы. Я думаю, что те направления, те решения, которые выработает сегодня конференция, конечно, станут интересными направлениями для дальнейшей работы. Буквально несколько слов, как развивается наше направление по магнитной лимитации. В университете создана научно-исследовательская лаборатория, которая называется магнитно-медитационные транспортные системы, где сегодня собираются опытные образцы для натурного моделирования. Лаборатория осуществляет научное сопровождение направления российский магник, проект российский магник. 9 декабря 2016 года на базе университета создан научно-образовательный инженерный кластер «Российский магник». В него вошли АО «НИФА Энерго», Санкт-Петербургский государственный университет, ЗАО «Супер Окс», ОАО «НИФА Ефремова», Универсал контактной сети, Полимагнит, научно-производственный центр, транспортные и инновационные технологии. Я хочу отметить, что пластер открыт для новых участников, и мы это приветствуем, потому что чем больше направлений будут входить в него, тем скорее мы сделаем новые технологии и построим в Российской Федерации наконец-то когда-нибудь, я надеюсь, в ближайшем будущем, транспортную, новую транспортную систему. В сентябре 2018 года в рамках конференции «Инотранс», которая проходила, которая, это было в 2016 году, которая проходила в Берлине, университет выиграл в жесточайшей борьбе конкурс на проведение на базе университета уникального мероприятия 24-й международной конференции «Маглик-2018». Право проведения конференции в Российской Федерации получено впервые, поэтому перед участниками конференции сегодня стоит огромная задача, чтобы к 2018 году мы могли представить не только конкретные образцы, но и могли перед всем миром показать, что Российская Федерация все-таки является флагманом направления «Российский Маглик». Я хочу пожелать всем участникам конференции удачи, для того, чтобы вы после конференции понимали, насколько интересно, насколько значимо событие, предстоящее в 2018 году. И очень надеюсь, что руководитель, бессменный руководитель этой конференции Анатолий Александрович Зайцев реализует все свои планы для того, чтобы университет проявил себя лучшим образом, а пребывание здесь, в графах конференции, в белых ночах, стало для вас событием. Позвольте мне передать огромный привет участникам конференции от ректора нашего университета Александра Ильича Павловича, который, к сожалению, сегодня неожиданно оказался в Москве, выразить вам признательность от всего ректората и выразить надежду, что те решения, которые сегодня будут приняты, станут именно той основой, еще раз повторюсь, тем фундаментом для развития нового вида транспорта в России. Спасибо большое. Я хочу выполнить еще одну миссию, вы уж мне позволите это сделать. Генеральному директору, бессмертному нашему другу, участнику конференции, спонсору конференции, генеральному директору НИФА «Энерго» Мизинцеву Александру Витальевичу. Исполнилось 60 лет. Александр Витальевич, подойдите, пожалуйста. Мы подготовили адрес. Сюда вставили. Я думаю, что я говорю громко, все услышат. От ректора университета здесь очень много теплых слов. Я не буду занимать ваше время, но могу сказать, что престиж отечественного высшего образования задача еще не меньшая, чем престиж отечественной промышленности. И вы носите в это решение свое внимание. Поэтому позвольте нам от имени ректора, от всего университета поздравить вас с этим замечательным событием. через память, через подарок. Ну а теперь объявляем нашу конференцию открытой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ